Всем привет! Меня зовут Тоня, я модный блогер и стилист, и я очень рада приветствовать вас на своем канале. Каждую пятницу мы с вами встречаемся здесь, чтобы обсудить все самое интересное в мире моды и стиля. У меня за окном просто невыносимая жара, но самое время уже потихоньку переходить к трендам сезона осень-зима 2022-2023. Я долго думала, как бы интересно, доступно преподнести всю эту такую сегодня общую информацию и решила все микро-макро-тренды нового сезона разделить по группам, по настроениям, которые сейчас происходят в мире. Ведь что такое мода? Это, конечно, отражение нашей жизни, отражение всех событий, которые происходят в обществе. И, на мой взгляд, говоря о модных тенденциях в таком ключе, все становится гораздо понятнее, откладывается гораздо больше информации. Все кажется более логичным и понятным. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои остальные видео. Лайк, приветственный лайк тоже можно поставить уже сейчас, и будем начинать. Перед тем, как начать, я хочу поделиться с вами действительно полезной информацией и основой о финансовой грамотности. Сегодня эта тема как никогда актуальна. Очень много людей, оказавшись в условиях кризиса, а кто-то лишился работы из-за огромного количества сокращений, просто растерялись и, конечно, мечтают о том, чтобы взять свои финансы под контроль и понимать, как ими управлять и даже приумножать. Сегодня, конечно, существует огромное количество доступной информации на эту тему. Не всем она помогает. Специалисты выделяют три главных причины на это. Как правило, это отсутствие действий, отсутствие системности, но при этом наличие жадности. Если такая история вам знакома, очень рекомендую посетить бесплатный мастер-класс Егора Арсланова. Инвестор с 15-летним опытом, живущий на пассивный доход. Его задача номер один – обучить сохранять ваши деньги, чтобы вы не тратили их под ноль, чтобы не лезли в долги, даже если вам кажется, что это невозможно. Задача вторая – приумножать кратно ваши сохраненные деньги пассивно, без вашего участия, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды своего капитала и обрести финансовую свободу. Как вылезти из долгов, как обеспечить себе финансовую защиту и быть готовыми к неприятным моментам в жизни, как грамотно инвестировать свои деньги, дать образование своему ребенку и так далее. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс в описании к видео. Но мы переходим к самым главным тенденциям наступающего сезона. Напомню, что я разделила их по группам в зависимости от мировых настроений. И предлагаю начать с настроения чувства безопасности, желания чувствовать безопасность, уют, комфорт, защищенность и так далее. Естественно, что любая нестабильность, политические события, войны, все то, что волнует сейчас человечество, отображается и на модных подиумах. Если мы говорим о модных тенденциях, то это желание защититься, укрыться, обезопаситься отображается прежде всего в силуэтах. К примеру, силуэт кокон, пальто кокон, пуховики в виде огромных одеял снова в моде, большие длинные пальто, шубы из искусственного меха тоже такие объемные, большие, которые можно просто запахнуть и спрятаться в них. Если говорить о материалах, то чувство спокойствия дают нам плюшевые материалы, ворсистые фактуры, мягкие ткани, букле. Естественно, наш любимый трикотаж никуда не уходит. Вообще, трикотажную одежду полюбили, оценили абсолютно все. И я думаю, что, конечно, вот такой бум на трикотаж с нами надолго. Так что можно продолжать носить, докупать что-то и наслаждаться вот такой вот удобной, комфортной, классной одеждой. У меня, конечно, будет отдельное видео и про самые модные вещи, и про самую модную обувь, и верхнюю одежду. Но хочется сказать пару слов про пальто. В новом сезоне будет особенно актуально пальто Макси серого цвета и в таком классическом бежевом camel coat. Думаю, число продаж в новом сезоне культового пальто Макс Мара в таком оттенке будет просто огромным. Можно, конечно, присмотреть себе пальто в мужском отделе, как, к примеру, на показе Versace. Модели выходили на подиум в пальто из мужской коллекции. Это смотрелось абсолютно носибельно, стильно, ярко. О цвете еще поговорим. Также вот в группу этого настроения я бы включила тренды головных уборов, такие как капоры, капюшоны, балаклавы. В новом сезоне они будут еще популярнее, чем в предыдущем холодном сезоне. Это тоже, конечно же, про защиту, про желание чувствовать себя в безопасности. Следующая категория трендов отображает стремление к миру, гармонии, к спокойной, нормальной жизни. Это не только развязанные войны и кризис. Люди до сих пор еще отходят от пандемии. Один из самых модных цветов сезона – это чистый синий. И его уже, конечно, связывают с чистым мирным небом. Очень красивый цвет, несложный, кстати, для сочетания. И, конечно, он может проявляться по-разному, в разной насыщенности. Просто выбирайте любимые оттенки чистого синего. Другой очень популярный цвет сезона, как раз, который олицетворяет вот это спокойствие, гармонию, мудрость – это нефритовый зеленый. Очень приятный для глаз цвет, согласитесь, который способен внести вот какое-то умиротворение, красоту в любой образ. Что еще создает гармонию в образе? Это, конечно, тотал сочетание, то есть монохромные аутфиты. Очень модно будет в новом сезоне составлять свои образы из вещей одного цвета, может быть, в разных оттенках. В любом случае это всегда смотрится супер гармонично, стильно, ну и актуально. Понятные простые линии, спокойные акценты в образе, базовые элементы хорошего качества. Кстати, это тоже отдельный интересный момент, базовый гардероб с очень простыми составляющими тоже становится супер популярным. Первый пример, конечно, который приходит на ум – это простая белая майка из летнего сезона. Она точно также перепрыгнула в осенне-зимний сезон, и у очень многих дизайнеров в коллекциях на осень и зиму она присутствует. Ну, а следующее настроение – это стремление к красоте, к элегантности, уход от домашних вот этих пижамных спортивных образов. Если в прошлых сезонах в связи с пандемией, в связи с тем, что все мы сидели дома очень долго, популярность как раз вот такой простой спортивной одежды была просто огромна, сейчас как раз-таки потихоньку мы начинаем снова приходить к элегантности, к женственным силуэтам. Удивительно, но на подиумах действительно было заметно меньше именно спортивной одежды. Снова будут очень актуальны жакеты силуэта, песочные часы, очень женственного силуэта. Пальто длины мидии и даже больше макси, тоже приталенные вот с таким силуэтом, тоже можно рассмотреть как вариант свой гардероб, если не хочется чего-то свободного и оверсайзного тем более. В общем, одежда красиво сидящая по фигуре. Это, конечно же, тоже касается элегантных брючных костюмов или костюмов с юбкой. Использование перчаток в своих образах, платков в классическом таком применении, модных брошь в виде цветов, все это приветствуется. Ну и, конечно, какой элегантный образ, элегантный гардероб осенний без твида. Вообще нужно отметить, что твид в наступающем сезоне, это, пожалуй, один из самых модных и популярных материалов тканей. Очень актуальны костюмы с юбкой из твида, естественно, любые виды жакетов. Очень классно, не забывайте, смотрится контраст фактур как раз с вещами из твида. Обычно наиболее гармонично смотрятся кожаные изделия, шелк, джинсы, отличное сочетание и так далее. К твиду в новом сезоне обязательно присматриваемся. Идем дальше. И следующее такое очень динамичное настроение в обществе, которое также, естественно, отражается и в моде, это демонстрация тела, принятие себя в любых проявлениях. Ну, конечно, это нулевые с нашей любимой низкой посадкой. Это корсеты. Корсеты по-прежнему очень актуальны. Просто зимой мы можем использовать их, например, как верхний слой, поверх блузы, рубашки, каких-то объемных красивых вещей. Кстати, вельветовые спортивные костюмы набирают обороты снова. Это, я напомню, такой отголосок нулевых. Это, конечно, прозрачность. Есть полупрозрачные ткани. Практически в каждой коллекции можно было увидеть вот такие откровенные платья, топы. Очень популярны в новом сезоне именно платья на выход длины макси. На самом деле, даже самая скромная девушка может составить с такой одеждой очень классные, интересные, сложные образы с удлиненными жакетами, с теми же корсетами сверху, с закрытым нижним бельем. Очень актуально сочетание черных вещей в одном образе. Черный полупрозрачный топ с черным нижним бельем, которое можно видеть невооруженным взглядом. Вырезы продолжают удивлять своими размерами, своим количеством. Вырезы повсюду, опять же, на тех же трикотажных топах, трикотажных платьях, брюках, юбках, открытые спины, плечи, асимметрия. Вот это вот все, что показываю вам на экране, остается не то, что таким же актуальным, а еще более дерзким и более модным. Кстати, не дожидаясь видео про самые модные конкретные вещи, скажу, что, к примеру, комбез женщины-кошки точно стал одной из самых трендовых вещей сезона. В основном это мягкие трикотажные изделия, но я думаю, что можно будет их найти в любом исполнении из любых тканей. Ну и, конечно, мою любимую моду на высоченные сапоги тоже можно отнести вот в эту группу про сексуальность, дерзость, демонстрацию тела. Очень будут популярны именно облегающие высоченные сапоги, уходящие под юбку, под платье длины мини. Кстати, юбки по-прежнему вот эти вот ультракороткие мини-юбки, которые в некоторых коллекциях, как у Дизель, например, напоминали больше именно широкий ремень. Все также актуальны, только лишь ткань становится плотнее в связи с особенностями сезона. А так продолжаем носить и демонстрировать ножки. Дальше. Конечно, популярность устойчивой моды, устойчивого развития не могла не отразиться на подиумах. Это и тотальные луки из денима, из переработанного денима. Сегодня все больше и больше дизайнеров дополняют свои коллекции именно переработанными материалами. Как правило, это деним и хлопок. Это, конечно же, мода на вещи, выполненные в технике пэтчворк. Причем такой очевидный пэтчворк со швами наружу. Прям вот как будто человек сел и дома сшил себе из того, что было, модную вещицу. Это, конечно, и рукоделие, начиная от аксессуаров, заканчивая модными вязаными топами, решелье. Свитеры, кардиганы, шарфы связаны крупной вязкой, как будто бы это ручная работа. А если действительно ручная работа, так вообще класс. Правда, хочу отметить, что сегодня свитер, связанный вручную, это очень ценная, классная вещь и модная. Дальше, самое интересное. Протестные настроения в обществе в новом сезоне особенно заметны, я имею в виду сейчас в плане модных тенденций, как никогда. Проявление всех своих сторон, желание идти наперекор, не следовать правилам, установленным в мире. Стиль панк. Это, конечно, про бунтарство, яркий макияж, клетка, кожа, тяжелые грубые ботинки, металлическая фурнитура, косухи и так далее. На самом деле, элементы, присущие вот этому стилю панк, очень круто сочетаются в образах, наоборот, с контрастными женственными вещами. Кожаная такая мускулинная косуха в сочетании со струящейся шелковой тканью и грубыми ботинками. Всегда классный, актуальный образ. Дальше, в эту же бунтарскую, дерзкую группу можно отнести модные в новом сезоне элементы стиля доминатрикс. Это эстетика BDSM, кожаные корсеты, бралеты, ремни на теле, латексная одежда. В общем, все самое такое сексуальное и провокационное. Стиль гранж или по-другому, как его любят называть, бомж-стайл, тоже супер актуален в новом сезоне. Это, я напомню, вытянутый, может быть, даже с дырами, с вытянутыми рукавами свитер. Это искусственно созданный эффект грязной обуви. Это огромное пальто, вообще любая оверсайзная верхняя одежда, шапки, вини, гипертрофированная такая многослойность и так далее. Ну и еще одно настроение, которое присуще все-таки миру, вне зависимости от того, что в нем происходит, это стремление к празднику со всеми вытекающими трендами. Это, естественно, наши любимые уже блестки, пайетки, которые используются в том числе и в повседневных образах. Это и перья, про них вообще нужно сказать отдельно, потому что перья могут украшать абсолютно любую одежду, абсолютно любые части костюма, платья и так далее. Рукава, воротник, подол платья. Очень актуальны также всякие пушистые броши из перьев. Ими также можно украшать абсолютно любой образ, даже если это простая майка с джинсами. Можно использовать вот такую деталь в роли акцентной изюминки. Вообще скажу, что самое время снова доставать свои броши и дополнять ими свои образы. Они снова супер популярны. Дальше, если говорить о тканях в этой группе, это, конечно же, атласные фактуры, все переливающиеся, гладко, шелк. Это и кружево, отражающие материалы, металлик, все, что радует глаз. Здесь, конечно, нужно еще и сказать о самых модных ярких цветах сезона. Думаю, все вы видели хотя бы на фотографиях показ осенне-зимней коллекции Валентина с этим ярким розовым оттенком повсюду. Агентство Pantone специально создали его для Валентина. И оттенок называется Pink PP, как инициалы дизайнера. Еще один супер модный цвет сезона, скорее всего, даже самый модный цвет сезона, это фиолетовый. Все оттенки фиолетового, начиная от любимого всеми нами лавандового цвета Very Perry, заканчивая насыщенным, динамичным фиолетовым оттенком. Он как раз олицетворяет собой роскошь, праздник, удовольствие от жизни. Еще один, не в тему этой категории, ключевой оттенок приближающегося сезона, это насыщенный глубокий шоколадный цвет. Очень красивый, благородный оттенок, на который точно нужно обратить внимание. Он очень классно сочетается с другими цветами, более яркими, акцентными. То в осенне-зимнем гардеробе он будет смотреться суперорганично. Вот так, если в общем, то это все самое главное, трендовое, что мы можем ожидать от сезона осень-зима 2022-2023. На мой взгляд, все это очень интересно. Надеюсь, видео также было полезным для вас. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк и подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Также жду вас в своем канале в Телеграме, там я делюсь полезной информацией ежедневно. На своей страничке в Инстаграме также очень-очень вам рада. Всех вас благодарю за просмотр, обнимаю, желаю вам чудесных выходных и до встречи в следующем видео. Всем пока!